Всем приветики, я Александр Рогов. Приветики, я Ольга Шуранова. Добро пожаловать на Рогов Live. Шу у нас сегодня русалка Кор, ведро Кор. Я сегодня жаба Кор. И вообще на улице жара, поэтому я в шортах, в футболке. Вообще для меня не свойственный аутфит. Но будет сегодня так. Что будет происходить? Это шоппинг-влог. Мы в авиапарке. Если вы видите за моей спиной, за нашими спинами, аквариум, это значит, что мы тут. Ну, прикипели мы душой к авиапарку. Ну, что поделаешь, тут самые классные магазины. Есть что посмотреть, есть что обсудить. И перед тем, как мы вам расскажем, куда мы идем, а уже сегодня есть план, и вы наверняка об этом плане знаете из названия этого выпуска, мы вам расскажем, во что же мы одеты. Начнем с Оленьки. Так, ну я по традиции снизу. Это мои незаменимые тайби-бутс. Маржела. Юбка. Сорель. Можете посмотреть в предыдущем шоппинг-влоге. Мы были в этом магазине, и вот, собственно говоря, бренд любезно презентовал мне понравившуюся вещь. Вот как, видите? Очень модные футболки. Сейчас называются бренд Парк Люнейр. Все самые модные девчонки носят такие футболки. А мальчишки? Ну и мальчишки тоже. Да, мне вот не присылали такую футболку в подарок. Так что Парк Люнейр. Классные, классные футболки. Множество украшений все перечислять не буду. Ну и звезда сегодняшнего лука. Это вот такая сумка-ведро. Абсолютный маст-хэв. И, наверное, самая желаемая вещь многих модников. Это сумка-ведро от Дублет. И чуть позже мы скажем, где мы ее взяли. Да. Вернее, кто нам помог. Да, теперь я расскажу. Ничего страшного, проходите. Я как раз и хотел рассказать, во что я одет. Теперь я расскажу, во что я одет. На мне моя любимая футболка с двойными рукавами, двойным горлом от Balenciaga. Здесь приветики всему миру. I love you. На мне шорты, трусы от Rogoff Shop. Кстати, они есть сейчас в продаже. Можете приобрести на резиночке. Супер идеально. Супер идеально. Супер идеально. Вот смотрите, такие шорты на резиночке. Здесь еще и брендинг от Rogoff. У нас вся мужская линейка брендируется черными. Лого на черном фоне. На мне неожиданно сегодня New Balance. Но это какая-то лимитка. И я не помню, как эта модель называется. И звезда моего лука, конечно же, Жаба Жанна. С Жанной мы уже ходили сниматься в позавчерашней новости к Машме Нагаровой. Там внутри было кешью. А сегодня внутри, знаете, здесь что? Ничего, потому что туда ничего не влезает. Я с еще одной сумкой, ее носит наш продюсер. И эту жабу, и это ведро нам помогли разыскать, добыли. Еще и в Москву отправили ребята из Splash Out Guys. Я с ребятами лично знаком, они вообще могут найти все, что угодно. Для меня они уже несколько раз находили какие-то лимитки, какие-то интересные вещи. В общем, отметим обязательно название аккаунта. Ищите их в Telegram. Заказывайте, берите, покупайте, носите. Splash Out Guys супер. Потому что ребята, как и мы, обожают моду. Дублет от них. Жаба Жанна, JW Андерсон тоже от них. Я предлагаю, наконец, уже пойти по магазинам. Мы с вами идем в Lime. Вы все давно этого просили. Будет обзор женской коллекции, будет обзор мужской коллекции и даже детской. Но Lime мы не ограничимся. Все, пошли. Все, чао. Супер идеально, супер идеально. Супер идеально. Ничего страшного, проходите. Я как раз хотел рассказать, во что я одет. Это шопинг-влог, сделанный с любовью для вас. У меня очень удобная сумка, чтобы вы понимали. Вот это как будто бы дешманская, а вот это подороже. Я видел это своими глазами. Что, пойдем в пучину? Дизайн. Дизайн. Вы видите дизайн? Пойдем в мужской. Ну, в мужской. Мы пойдем в мужской. Мы идем в мужской. Это Барби, которая устала от барбикора. Ребят, мы вам подкидываем идею. Селин, Lime, коллаба. И не пахнет. И не пахнет. Я нашел идеальную локацию для Жанны. Вы посмотрите. А я знаю, очень много мамочек смотрят мой канал. Переживаю, только за жабу не могу. Я за жакет. А я за жилет. Ну, вот мы и поговорили. У жабы Жанны теперь три лапы. Чуть больше секси. Чуть больше секси. Ой, кайфовый потрепыш. Смотрите. Вот такое платье. Смотрим в телефончик. Все в северки. Все знают, что такое платье мы выбрали. No money car. А мы все. Пойдем дальше. Пойдем дальше. Лайм. И мы пойдем не в женский отдел. Мы пойдем в мужской. Пойдем быстрее смотреть. Ну, в мужской. Пойдем быстрее смотреть. Мы пойдем в мужской. Мы идем в мужской. Мужской шопинг-флог практически. Итак, нас с вами и Лайм можно поздравить с запуском мужской линейки. Я на самом деле уже год как слышу, что Лайм будет запускать мужскую одежду. Не запускал, не запускал, не запускал, не запускал. И, наконец, это случилось. Лайм запустил мужскую линейку. Лайм запустил детскую линейку, как я уже сказал ранее. Ну и женскую расширил. Ну да, у них и обувь появилась. И белье нижнее, кстати. А мужское, интересно, есть белье? А сейчас спросим. Да, сейчас спросим. Давайте все оценим. Я к съемке подготовился. Я знаю, что у мужской линейки три направления. Для тех, кто любит классику, для тех, кто любит что-то модное. И для тех, кто, хотел сказать, любит джаб. И для тех, кто любит городскую моду, комфортную, удобную и так далее. Давайте посмотрим, что здесь представлено. Мы сейчас здесь видим базу. Я вижу, например, вот такие узкие серые джинсы. Не мой фасончик, скажем прямо. Они еще и с эластаном. Я думаю, это для рок-н-ролльщиков. Мик Джаггеру бы понравилось, да? Да, узкие джинсы, какую-то майку или футболку с логотипом. Джинсы стоят 4999 рублей. Размера от 38 до 48. Вот, смотри, альтернатива. Вот. Пожалуйста. А вот это уже лучше. Это для тех, кто любит более объемный фасон. Я рекомендовал бы даже взять специально один-два размера больше, чтобы они были широкими. Мне очень нравится варка, хороший цвет. Джинсы стоят 4999. Это дороже, чем джинсы в женских отделах, по-моему. Ну, немного. Мужская одежда всегда дороже стоит, на самом деле. И еще я знаю, что лайм очень гордится качеством и составом тканей. А вот эти джинсы вообще топ. Ребят, наконец будет, где купить джинсы. Джинсы лайм стоят. Так же, наверное, Саш. Джинсы лайм стоят. Вот эти хочу узнать, сколько стоят. Ой. А здесь цены нет. Но я думаю, что они тоже по 4999 рублей. Да, это стойка для тех, кто любит классику. Здесь мы видим джемпер пола. И что я хочу отметить. Он достаточно плотный. И вот если я иногда говорю о том, что вот будет как бы вот не очень красиво сидеть, если под этот джемпер пола надеть, например, мою алкоголичку, то вот здесь точно все будет хорошо. Я хочу оценить состав. Тоже 4999 рублей стоит. Состав. Состав на вшивном ярлыке. У меня очень удобная сумка, чтобы вы понимали. Заинтриговал. Ну, вискоза 72% и 28% полиэстер. Я так понимаю, что это аналогичное. Вискоза, полиэстер. Ну, на ощупь очень приятно. Вы любите, когда я описываю ощущения. На ощупь приятно, достаточно плотное. И я, опять-таки, не рекомендую брать в облипку. Если вы носите L, возьмите XXL. Если вы носите M, возьмите XL. Тогда сидеть будет действительно классно. Друзья, прервем ненадолго наш шоппинг-влог. Я хочу вам напомнить, если вы вдруг забыли. Я человек-оркестр. Я блогер, телеведущий, продюсер, режиссер. У меня есть бренд одежды. И я не намерен останавливаться на достигнутом. И вполне допускаю, что у меня может появиться еще какая-то профессия. Учиться новому никогда не поздно. Это увлекательно и повышает вашу стоимость на рынке труда. Если вы, как и я, человек творческий, присмотритесь к сфере дизайна. Дизайнеры теперь правят миром, потому что могут сделать классным что угодно. От ролика на YouTube до бутылки воды. Если вы размышляете о том, чтобы стать дизайнером, вы думаете в правильном направлении. Это востребованная, хорошо оплачиваемая и свободная профессия. Но в дизайне множество разных сфер. От диджитал до интерьеров. И курс «Старт в дизайне» от онлайн-школы Contented поможет вам выбрать свой путь в профессии и обучиться ей с нуля. Уникальность курса в том, что он начинается с профориентации. За два месяца вы на практике попробуете пять разных направлений. UX, UI, графический и моушн-дизайн, 3D и дизайн интерьеров. Вы выберете то, что вам действительно нравится, только потом приступите к полноценному обучению профессии. Курс полностью построен на практике. Вы с нуля прокачаете свои навыки до уверенного уровня на реальных кейсах от дизайн-студий и IT-компаний. Вы пройдете стажировку и соберете сильное портфолио, то есть будете иметь реальный опыт работы. Авторы и менторы курса – арт-директора и дизайнеры крупнейших студий и IT-компаний. Обратная связь вам гарантирована. А карьерный центр «Контентед» поможет вам с резюме и подготовкой к собеседованию, чтобы вы точно запустили свою новую карьеру. Все это онлайн, в комфортном для вас темпе. И все это легко можно совмещать с работой или учебой. И, кстати, по промокоду РОГОВ вы получите скидку 45% на все тарифы обучения. И в подарок курс английского языка для дизайнеров. И напоследок напутствие от меня лично. Не бойтесь пробовать новое. Все приходит с опытом. А опыт приходит с «Контентед». Но все, возвращаемся в магазины, на шопинг. Посмотрим, что же там дизайнеры одежды натворили. Вы шопинг любите, а в моей компании особенно. Вперед! Для любителей классики. Здесь есть вот такие укороченные куртки-пальто. Я понимаю, что на улице жарище. И пока про такие теплые вещи вообще думать не хочется. Но готовь, Саня, летом. Так, эта куртка стоит 14 999 рублей. Размеры здесь есть от S до 2XL. У меня в руках L. Я бы сказал, что это ближе к M. Для меня это все-таки M. Поэтому если выносите L или XL, берите 2XL. Будет классно. Чекни состав, пожалуйста. У тебя хорошо получается состав находить. Надо идти бы теперь ярлычок. Итак, здесь шерсть 50%, полиэстер 40%, а 10 непонятно куда ушли. Ну, 50% шерсти, это правда очень хороший состав. И давайте просто лук. Ну, например, берем вот такую куртку. Это для тех, кто любит классику. Сюда добавляем темные джинсы. Внутри может быть либо вот такое поло цвета хаки. Внутри может быть бежевая рубашка. Мы растяжку цвета устраиваем. А будь можно, вот здесь у нас есть вот такие броги-макосины. Смотрите, вот. О чем это говорит? О том, что вы приходите в один магазин и покупаете сразу себе капсулу. Конечно, это не для экстрамодников. То есть мне теоретически, наверное, здесь подойдет что-то из линейки городской. Вот там я вижу толстовки, есть треники. Я вижу, есть футболки оверсайз. То есть мне туда. Если вы про классику, про хорошую, понятную, удобную носибельную одежду, вот, пожалуйста, лук. Или внутри может быть белая футболка, или вот такая коричневая, или зеленая, серая, голубая. Джемперочки какие-то симпатичные висят. Джемперочки симпатичные. Вот капсула, лук собран за секунду. И хочу вот эти футболки, кстати, оценить. Ничего себе. Хочу описать вам ощущение. Это какой-то гладкий трикотаж. Она не очень сопливая. Мне кажется, сидеть будет неплохо. И я бы вот такие футболки назвал классными пододевалками. Это футболка под пиджак. Это футболка под кардиган. Потому что рукава здесь, видите, уже, чем, например, рукава на мне. И здесь точно ничего не будет сбориться. Вот хорошая пододевалка. Я еще посоветовала бы для девочек такие. Да, кстати, девочки, помните. Да, классные футболки. Мужской отдел. Это для вас. Футболка стоит 1999 рублей. Цвета тоже представлены на любой вкус. Так. Здесь у нас есть вещь, которую я тоже могу порекомендовать. Это бомберы из эко-кожи. С трикотажными воротничком и манжетами и резинкой по низу. И вот если предыдущие вещи, я говорю, купите побольше. Вот этот можно купить фит. Мне сейчас очень нравится, когда бомбер короткий, достаточно узкий, с супер широкими джинсами или супер широкими трениками. И не пахнет. И не пахнет. Там тоже не пахнет. Ну, смотрите, в любом случае эко-кожа имеет такой необычный запах. Обычно она выветрится, но чуть-чуть пахнет. Но если вы купите такой бомбер, можете просто повесить у себя его на балконе. Он дня два-три провисит и все выветрится. То есть со временем запах точно уходит. Но если вы прям с ума сходите от запаха, в химчистку отнесите. Там есть услуга, вывод запаха. А говорят, что можно в морозилку положить. Ну, в морозилку бомбер запихивать. Я не знаю, что с ним потом будет. Бомбер стоит 11 999 рублей. Симпатичный. О, а вот это мне очень нравится. Вот такой бы я даже себе купил бы. А давай посмотрим, какой самый большой размер есть. Вот это XL. По маркировке 2XL есть. Давай поищем. А, вот он, 2XL. Честно, я бы купил себе такой джемпер. Почему? Он плотный. У него классная плотная вязка. Так жабу у меня еще никто не украл. Нет, между ног ее возьму. Он плотный. Он классно держит форму. И я прям хочу оценить качество. И знаю, что мужчины, совершая шопинг, очень к качеству предвзяты. И вот если качественную вещь находят, потом в этот бренд постоянно возвращаются. Это то, ради чего можно будет вернуться в лайм. Так, 32% шерсти, 40% полиэстер, 28% полиамид. Ну, 32% шерсти, это уже хорошо. А если есть полиэстер в составе, значит, не будет терять форму. И закатываться и пеленговаться сильно не будет. Такой джемпер стоит 6599 рублей. Да? Симпатичный, да. И еще есть графитовый темно-серый. И есть черный такой же. А ты какой бы хотел себе, Саша? Я бы купил темно-серый. Темно-серый? Да. Давай сейчас найдем размер. Давай возьми XL. Вот, взяла. Да, и я тут несколько вещей для себя найду. Куплю, протестирую. И потом еще пост у себя в ТГ. Кстати, подписывайтесь, комментируйте, сделаю. Нравится мне или нет. Водолазки, микровельветовые рубашки в синим цвете, в цвете хаки. Есть еще симпатичный бомбер из плащевки. Вот такой, если вы эко-кожу не носите, есть альтернатива. Ну, а вот это то, что мне нет. Я постоянно ругаю эти костюмы трикотажные. Я понимаю, что кому-то в этом удобно. Похоже. Мне такое не очень нравится. Но, кстати, знаете, что отмечу? Это брючки с кулиской внутри. И если реально взять побольше, кулисочкой вот так все это затянуть, вот с таким, кстати, джемпером надеть, и можно полететь. Это правда. Нет, ну, симпатичный наряд для самолета. Смотрите, брюки форму держат. То есть это не в офис, не на деловую важную встречу. Я бы их использовал как городские или тревел-брюки. Знаешь, на самом деле, мне кажется, что брюки выглядят еще ничего. Хуже выглядят пиджаки трикотажные. Вот они там висят. Да, они ужасные. Пиджаки нет, брюки вот эти ок. Брюки ок для поездок, для перелетов, когда вам нужно классно выглядеть и при этом чувствовать себя комфортно. И такие брюки стоят 4999 рублей. Что-то все почти, что нам нравится, по 4999. И еще я отмечу рубашку. Кстати, хорошая белая рубашка еще никогда никому не помешала. Вот даже вот сейчас у нас запустили съемки Рога в городе. Мне пришлось купить себе рубашку в ЦУМе. А рубашка – это расходный материал. Я эту бедную рубашку за 40 тысяч рублей уже, знаете, как замучил. Да, на 30 тысяч уже. Да, а можно купить себе несколько рубашек в Лайме. И тут даже 2XL есть. А у меня в руках Элька. Они такие чуть-чуть приталенные за 4599 рублей. И каждый день менять. Вот 2XL, Саш. Она нормальная. Возьмем? Да, возьмем. Вот это мне нравится. Это красивая куртка. Знаете, на что ткань похожа? На какой-то трикотаж с неопреновой прослойкой. Потому что эта ткань держит форму. Стоит такая курточка укороченная 8999 рублей. Мне она нравится. И здесь симпатичные такие детальки в виде клапанов от карманов. Карманы нефункциональные. Вот еще хорошие джинсы. Вот еще, кстати, хорошая базовая толстовка с капюшоном. Давайте оценим. И можно сказать, что она идеальная. Потому что это петельчатый футер. Это петельчатый классный футер. Размеры тоже от S до 2XL 4599 рублей. На каждый день гонять. Тут симпатично. Мне кажется, они маленькие очень. Вот это S. Вот 2XL. Но это не 2XL. На M. Короче, вот эта куртка классная. Куртка-рубашка. В руках ушу 2XL. Это M. M или на девочку. M или на девочку. А вот себе я еще вот это возьму. А, кстати, да, хорошо. Я хочу протестировать белые футболки в лайме. Давайте оценим качество. Смотрите. Смотрите, как все классно. Все ровно. Не думайте, что я хожу просто так воспеваю. Я реально радуюсь, когда бренды делают качественную одежду. И вот эта футболка за 2599 рублей 2XL. Отлично. Вот. Вот это прям для меня. А я еще хочу отметить бомберы. Очень классные. Как альтернатива бомберам Alfa Industries. В общем, неплохие. Но нужно с размерчиком разобраться. Это 2XL. Это на девочку. Вот. На меня было бы классно. Да, девочки, вот этот бомбер вам. Вообще супер. Либо мальчикам, которые хотят вот тот самый фасон попробовать, о котором я говорил. Куцый бомбер и супер широкие штаны. Вот это я тоже куплю. Да, хорошо. И вот это я, кстати, тоже взял бы. Смотри. Офигенный лонгслив. Из классного, плотного трикотажа, текстурного. И я бы даже сказала, что вот этот лонгслив и белая футболка, которую я собираюсь купить, выглядят премиально. Это прям хорошо. Мне будет интересно протестировать и понять, как они себя еще после стирки ведут. Какие длинные, смотри. На высокий рост джинсы здесь тоже есть. Смотрите, есть вот такой синий, чуть подвываренный деним. Есть очень классные вот такие голубые прямые джинсы. И есть еще такие серо-синие, я бы даже сказал. Плотный деним. Мне нравится, что он такой немножко пластичный, не стоит колом. И эти джинсы тоже по 4999 рублей. И надо вернуть все обратно на вешалку, потому что мы здесь просто весь магазин уже раздербанили. Смотри, тоже футер, кстати, неплохой. Вот этот футер классный, петельчатый, по качеству похожий на Fear of God или на Изи. Когда у Каньи был бренд одежды свой. Да, такой выстиранный. Выстиранный, вываренный эффект. Так, и мы входим в зону, где по всей вероятности представлены вещи для тех, кто любит спортивный стиль, повседневную одежду. Особо не запаривается. Вот это супер. Это просто, да, идеально. Смотрите. Вот. О, обожаю. Вот это супер. Очень классные цвета. Мне нравится выстиранный эффект. Футболки офигенные. Смотрите. Качество отличное. Вот это какая клевая. Смотри. Ну, вот это как раз-таки то, что может появиться в моем гардеробе. То есть вот такие треники я точно надену. И мне, кстати, нравится, что они укороченные, потому что я купил недавно треники в Плантороса. Они очень широкие, что хорошо, но они очень длинные. И мне хотелось напуск, чтобы было видно. А треники Плантороса качественные, классные, плотные, футер петельчатый. Но они прям падают до обуви. И нет вот этой резинки. Вот. Это толстовка классная, смотри. Это супер. Я бы тоже такую носила. Это супер. Вот даже с этой юбкой. Это супер. Вот два экселя, предлагаю треники тоже взять. Вообще, смотри, ты набрал. Я взял вещи, что крайне редко случается во время записи шопинг-влогов. Я хочу эти вещи протестировать. И, кстати, Шу, сейчас обалдеешь, как я их буду покупать. Как? Хочешь? Это просто вообще. Правда? Секундочку. Ты просто обалдеешь. Ну, мне кажется, ты просто такого вообще никогда не видела. Правда? На самом деле, я ждал момента, чтобы похвастаться. Итак, это платежное кольцо от Альфа-банка. Хотите такое же? Я сейчас расскажу, что для этого нужно. Первое. Оформите карту Альфа-премиум до 31 августа. Второе. Пополните ваши счета на сумму от полутора миллионов рублей. И все. Получите стильное платежное кольцо в подарок. Оно работает так же, как смартфон при бесконтактной оплате. Просто подносите руку с кольцом к терминалу, и деньги с вашей карты спишутся автоматически. Кольца представлены в черном, в белом цвете. Мне очень нравится такая лаконичность. А еще платежное кольцо защищено от ударов и влаги. То есть можно смело ходить с ним, например, в спортзал, в душ, в бассейн. Теперь банковская карта всегда у вас где? На руке. Пластика наличная, больше не нужны. Приятный кэшбэк, кстати, тоже в наличии. Бонусом вы получаете удивленные лица людей вокруг, когда вы расплачиваетесь кольцом. Я уже знаю, что это такое. Попробуйте теперь и вы. Покупаем? Да, покупаем. Тестировать будем? Показывай быстрее. Я буду одежду тестировать, а ты сейчас увидишь кольцо в действии. Ничего себе. Пробивайте. Так, вообще, да? Будущее. Это правда. Уровень. Смотри. На нем вообще нет ничего, смотри. То есть это просто вот такое литое кольцо. Красиво. Прикинь? Буковка А. Да. Александр. Поплатье 21 тысяча, 95 гривен. Сейчас ты это увидишь. Чик. Видала? Прикинь. Ничего себе. Все. Покупки сделаны. Класс. Вообще. Просто. Просто кольцо. Да, супер. А можно я попозже пакеты заберу? Ладно. Все, пойдем в детский и женский отдел. Можно твоим кольцом попользуюсь? Ты знаешь, сколько там денег, так что... Итак, я себе вещичек накупил, колечком оплатил. И мы неожиданно с ШУ сейчас оказались в отделе ассортимента, который обычно мы не обзираем. Это детский отдел Лайм. Почему мы здесь оказались? Потому что в Лайм мужская линейка недавно появилась. И ровно в этот же день запустилась и детская линейка. А я знаю, очень много мамочек смотрит мой канал. И вы, конечно же, часто жалуетесь, что некуда пойти, нечего купить. Вот, радуйтесь. Теперь в Лайм есть детская линейка. Кстати, здесь есть одежда для двух возрастов. Для совсем малышей, для подростков. И я, знаете, с чего вообще хочу начать? Сейчас же август, все скоро начнут готовиться к школе. И здесь есть практически школьная форма. Смотрите, вот такие юбочки. Синие и черные пола, белые и синие. Платье-фартук здесь есть со складками. Здесь есть для мальчиков вот такие пиджаки однобортные и брюки, что важно, кстати, на резиночки и кулиски. То есть можно даже на вырост брать. И давайте оценим цены. Брючки стоят 2700. Я, честно говоря, в ценах на детскую одежду вообще не ориентирую. Я не знаю, 2700 это как? Не знаю, нормально, наверное. Пиджак 4999. Вот юбка 2999. Рубашка 1999. И вот такой жакетик 4999. Это, видимо, вот так вот. Ну, вот такой наряд. Что бабка Рогов хочет оценить? Лацканы. Даже на детских жакетах. Вы посмотрите. Хороший. Сейчас тут ниточку беру. Хороший. Я бы даже сказал, идеальный лацкан. А я хочу отметить, что помнишь, я тебе говорила про рубашки с планками? Да. Вот здесь вот она сделана правильно и не борит. Вот. Рубашка детская с планкой. А что еще из школьного здесь есть? Вот такие бомберы. Единственное, здесь написали Нью-Йорк. Почему здесь не написали Москва? Нет? Ну, это, наверное, все-таки не для школы, Саш. Ну, в школьной же зоне висит. Смотри, в школу в обычный день можно прийти не в пиджачки или жакетики, а вот в таком бомбере на голубую рубашку. Короче, было бы классно, если бы здесь было написано Москва, а не Нью-Йорк. Здесь из детского есть обувь. Вот такие кедики стоят... Жаба видишь, сколько стоит? Жаба видит, сколько стоит. Вы еще не видите. 6 599. 6 599 рублей стоят эти кеды. А как проверить состав обуви? Хлопок. Натуральная кожа. Это для тех, кто думает, что в магазинах данного ценового сегмента продается только обувь из искусственных материалов. Вот, пожалуйста, 100% натуральная кожа, подкладка хлопок, стелька хлопок и вот это уже, видимо, полиэстер или резина. Ну, в общем, я не по детской моде заглянул сюда для того, чтобы как новость рассказать вам о том, что детский отдел в лайме теперь появился. И я вижу, что он действительно очень обширный. Мамульки, в лайм идем, а мы с Оленькой отправимся, наконец, в женский отдел. Запустим туда наши шаловливые ручки и посмотрим на то, что в лайме можно купить. Пойдемте с нами. Я нашел идеальную локацию для Жанны. Вы посмотрите. Ей очень нравится в лайме. Я надеюсь, что нам сейчас в женском отделе понравится так же, как в мужском и в детском. Пойдемте на обзор. Это прикольно. Да, это супер. Сразу вижу. Класс. Это прикольно. Похоже на семьяки. Да. У дублета недавно были похожие. Лонгсливы, я бы так сказал. Супер. Это прикольно. Это прикольно. 2999 рублей стоит. Это одежка из моей юности. Вот, наверное, тебя манит, да? Нет? Ну, я обожаю камушки, конечно. Я обожаю, когда все блестит, переливается. Тут вопрос, как вы будете это стилизовать? Вот как это застилизовать, чтобы это было классно? Блин, ну мне нравится. Классно, да? И еще, знаешь, интересно, вот это на соски попадет или ниже? Такое ощущение, что будет ниже или нет? Должно быть на сосках, да? Где соски, смотря? Ну, да, где-то. Ну, у тебя тут, да, примерно. Воровка. А сколько стоит-то? 3 599, хорошо. Ну, правда, очень осторожно. Если купите себе такой топ еще, юбку в стразах нацепите, ну, хотя, может, тоже нормально получится. Ладно, берите. Брюки, претендующие на звание замшевых. Замшевые брюки такие, конечно, стоили бы 1030 минимум. Вот такие из эко замши стоят 6999 рублей. И с такими брюками можно образ в стиле олдмани, например, сделать благородные оттенки, простые силуэты, типа замшевые брюки, вот такой светлый жакет, а, возможно, белую водолазку, полоску на голову. И вы олдмани герл. А денег у вас на самом деле не так много. А вот это олдмани герл стоит твоей спиной. Сейчас, подожди, я все уронил. Вот это? Да. Ну, это олдмани, но, конечно, хочется все это еще качественнее, отпарить, отгладить. Представляешь, сюда сумочку Селин с золотой бряшечкой и очки дорогие. Вот это все тоже будет дорого. Ну, а ботиночки классные. Я вообще купил бы себе лоферы. Ты хочешь лоферы? Да, хочу их носить с носками. Вот, я тебе нашел лоферы. Между прочим, стопроцентная натуральная кожа. И цена 7999. А я хочу Праду. Ну, Праду тогда тебе 170 тысяч надо приготовить по новому курсу. А эти за 8 тысяч рублей как минимум дешевле, чем Эконика. Ну, да. А качество неплохое. Очень симпатичное, да. И мягенькие такие. Ух, нормальные. Это прям хорошо. Их еще, знаешь, можно подначистить, чтобы они прям блестели. Вообще супер будет. Олдмани. Так, вот это красиво. Вот олдмани. Ой, а это Зероу. Вот, из Зероу вам. Ой, это Иришка. Чики-пики, хотел сказать. Это Иришка Шейк. Типа такие балетки, шлепки на плоском ходу. Вот эти очень похожи на Зероу. Стоят 8999 рублей. И мне кажется, что это тоже стопроцентная натуральная кожа. Качество обуви отличное. Да, супер. И они реально мягкие. Мне кажется, что они даже пятку не натрут. Вот какая симпатичная вещь. Красиво. Парка такая. А что там, с утеплителем, нет? Да, кстати. И он еще и отстегивает. Вообще гениально. Это красиво. И будет жилеточка такая, да? 12 тысяч рублей в руках Иксэско. Это и есть Иксэско. Максимальный размер L. Классная. Хороший хлопок. Она приятная на ощупь. И мне кажется, что как-то лайм прям качество улучшили. Да, это правда. Потому что все прям ровнехонько. Все четенько. Везде прям есть застрочечки. Ну, посмотрите. Смотри, все обработано беечкой. Вот сейчас посмотрим. Вот все швы внутри закрыты. Нет ни одного открытого шва. Это очень дорого делать. И то, что она стоит 11999 рублей. Теоретически для масс-маркет бренда это дорого. Да, но когда ты понимаешь, насколько это качественно исполнено. И вот эта вещь реально на несколько сезонов, если вообще в принципе не на всю жизнь. Ну да, а что ей будет? Да ничего ей не будет. Она со временем еще круче станет, чуть подвытрется. Так, трикотажные платья. Симпатичные, кстати, трикотажные пола. И это прикольно. Да. И смотрите, какие интересные есть брюки. Немножко даже олд селин. Опять все швы закрыты у нас косой бейкой. Бейкой? Косой бейкой. В общем, все швы закрыты косой бейкой. Нигде не видно оверлока. И здесь защипы. Достаточно приятная ткань. Хорошая длина. Вот с этим всем смотрится здорово. А я бы порекомендовала вот это платье. Это на самом деле два в одном. Внутри типа вот такое платье. А это для тех, кто подготовился к осени или нет? Ну, это кому как нравится, Саш. Я за то, чтобы люди носили все, что они хотели и не парились. Да, я тоже за это. Вот это платье пола стоит 8999 рублей. И оно реально прикольное. Деним в лайме представлен. Не только базовый. Например, есть вот такая куртка рабочего с накладными карманами. Очень интересная варка. Смотрите, как классно здесь все сварилось. Видно, например, вот эти отметины от кнопок. Накладные карманы. Чуть-чуть закругленный воротничок. Такая куртка стоит неизвестно сколько. Сейчас мне нужно время. 8999 рублей. И я, честно говоря, носил бы ее не только с джинсами подобными. Я бы носил как раз с чем-то... Ну, как я бы. Я бы рекомендовал носить с чем-то более женственным. Ну, такой юбкой типа? Ну, например. Или с цветочками моими любимыми. Да. С чем-то таким. Так, вот эти лоферы, интересно, кожаные. Да, стопроцентная кожа. И для кожаной обуви цены, правда, неплохие. 8999 рублей лоферы стоят. Я вам скажу так. Даже я лоферы хочу. Да. Ну, ты хочешь Прадо, а я хочу Эрмес. Да. Там такие красивые есть. С такой пряжкой. Ну, купим лайм. Ну, купим мы себе лайм, потому что, собственно, ни Прадо, ни Эрмес в Москве у нас нет. А пока дождешься, уже перехочешь. Платье-баллон. Вот эта юбка, кстати, тоже немножко Old Celine, нет? Немножко, да. Смотрите, с кривым таким запахом. Как будто бы это огромная юбка, которую вы сами запахнули и вперед пошли. Мне нравится. А-а-а. Вот так, хоп. О, она еще и полностью раскрывается. Это юбка, которую можно носить, например, поверх брюк. Вот. Прям взять тоже больше, чтобы она на бедрах сидела. И можно... А подождите-ка. А это та же самая ткань, интересно. Но это примерно та же ткань, по цвету идеально. Вы можете поверх вот таких широких брюк еще надеть юбку и специально купить большую. Смотрите, как классно будет, да? И причем закрывать не на все пуговицы. Это типа юбка-фартук. Да. На одну, чтобы она развалилась. А можно под низ еще какую-то струящуюся шелковую, тоже с светлым оттенком. Тоже будет классно. Или с джинсами. Да. Ой, много вариантов вообще. Так, ну здесь то, что мне нравится как бы не очень, это вот такие зипки из флисового футера. Ну, петельчатый же лучше. Ну, петельчатый же лучше. В общем, я флисовый вообще не рекомендую. Это прям зима. То есть флисовый футер вот с таким начесиком – это зима. То есть летом вот такую зипку не наденете. Где мы могли бы с вами найти шу? Конечно, у стойки с трусами. А я, кстати, ношу трусики от Lime. А вот расскажи, пожалуйста, потому что я не могу примерить трусики от Lime. В мужском отделе трусики мужские мы не нашли. Но, кстати, Lime мужские трусы запустить надо. Это удобное белье? Да, оно очень удобное. Знаешь почему? Потому что его практически не ощущаешь на себе, и его не видно абсолютно. То есть у него нет швов, у тебя как вторая кожа. Почему? Вот шов же есть. Но это не видно, когда ты надеваешь на тело. Вот, смотри. Видишь? Нет шовчиков. Что я рекомендую – это то, что это очень простые фасоны. И часто, когда мы просим наших героинь моих шоу прийти на съемки, мы говорим «Придите, пожалуйста, в максимально простом белье». И мы имеем в виду это. Простые трусы, простой лифчик, без всяких там вышивок, стразинок. Вот такой еще лифчик я ношу. И кружево. Тоже суперудобно. А, то есть там сисочки вот так ложатся хорошенечко, да, и лежат? Им так приятно, приятно, и сосочки не натираешь. Ну, вообще, это выглядит симпатично. Немножко скинс, да? Да. 1399 рублей за лифчик. Ну, кстати, цены супер, потому что мы с Шуу тут по магазинам колготок недавно сходили, покупали колготки Кальзидония, или как там это называется. Да, конечно. Колготки стоят 1300 рублей, они через один раз рвутся. Это хоть постирать 15 раз можно. И сиськи влезают. Ну, как бы... В общем, цены на белье, мне кажется, хорошие. А ты стринги любишь или жопочка закрытая, чтобы была? Я не могу ходить в трусах с закрытой жопой. Мне некомфортно, мне все время хочется, знаешь, как сделать, их внутрь запихнуть. Да? Да. Короче, теперь вы все знаете, Шу ходит в стрингах. Чем меньше вот эта ниточка сзади, тем лучше. А если тебе надо в жопке поковыряться, ты через низ? А зачем мне в жопке ковыряться? Ну, там зачесалось. Не, ну, прям у меня вот зачесалось. Я беру вот так и чешу через трусы. А у тебя зачесалось шею. Вот так вот нельзя. Ну, короче, непонятно, как чесать жопу в стрингах. Если вы знаете, как чесать задницу в стрингах, пожалуйста, пишите в комментариях. Я их вообще забыл напомнить. Комментируйте, подписывайтесь, ставьте лайки. Это шопинг-влог, сделанный с любовью для вас. А вот эта сумка прикольная. Но я бы сюда еще вот здесь вот по периметру вот этой штуки шипы добавила. И это несложно сделать. Вы едете в рок-бункер, покупаете шипы, вкручиваете их самостоятельно и носите. Правда, прикольная сумка. Я устал немножко от багетов, но это симпатичная, мягенькая. И можно ручку еще уменьшить, и тогда вот эта деталь будет длиннее. Классная сумка для кастомайзинга, нормально. Ой, вот это классно. Я обожаю бомжатину. Смотрите, рубашка, сшитая как будто бы из нескольких разных рубашек. Немножко барби-кора, видимо, справа. Ой, пойдемте в барби-зону. Пишите в комментариях, устали ли вы от барби-кора. Я не буду писать этого в комментариях. Я просто скажу, я устал. Но в лайме можно найти целую розовую линейку. Но перед тем, как мы начнем розовые вещи смотреть, я хочу вам показать вот эти кеды. Они очень похожи на мои дорогущие кеды Golden Goose. Такие потрепанные, поношенные. И они прям супер. Я хочу цену найти. 8999 рублей. И это натуральная кожа. Красиво. Вот. Посмотрите. Они офигенные. Это реально Golden Goose. При этом здесь нет вообще никаких опознавательных знаков. Просто классные кеды с хорошей колодкой. Смотри. А это Александра Рич. Да. Или немножко Шанель, немножко РДМ. Что-то такое. Это, знаешь, вот с тем же самыми лоферами, с носочками. И мне нравится. Вот ты сейчас взяла большой размер, чтобы оно было именно чуть больше. Знаете, не в облипку платье такое послушной девочки, а такое немного танцующее. А еще сейчас же в тренде подвязки. А у тебя там такие щелки. Смотрите. Вроде бы стойка барбикора. Все розовое. Но если из этой стойки взять только этот жакет и уйти в другую зону, и представить, что такой жакет можно замиксовать с гранжем, рок-н-роллом, то будет отлично. Вот этот жакет розовый твидовый. Мне очень нравится. Стоит 6999 рублей. И смотрите, какие здесь еще визуально дорогущие пуговицы. Блестят, переливаются. Симпатично. Жилет классный. Я за жакет. А я за жилет. Ну вот мы и поговорили. Я думал, мы обувь на каблуках найдем или нет. Нашли. Здесь есть вот такие ботильоны бежево-хаки цвета. И стоят они 13999. Натуральная кожа. Вещи с потрепанным, застиранным, заношенным эффектом до сих пор актуальны. Вот мы в лайме видим такие треники. Их еще сильнее можно заляпать чем-то. То есть лайм за вас начали. Вы можете продолжить. Треники стоят 4999 рублей. О! Дизайн! Да, я думала, сначала неправильно закрыли. Дизайн! Видите? Вы видите дизайн? Пишите в комментариях, увидели ли вы дизайн? Ты устала от них? От Прады вот этой? Ну да, надоело. Я тоже как будто бы подустал, но я не так много на улицах видел такие куртки. В прошлом сезоне, я помню, несколько раз делал посты про вот эту потертую, потрепанную коричневую кожу. Даже купил себе куртку дизель косуху коричневую с потертостями. Вот в лайме есть очень похожая куртка на Прадо. Она здесь стоит не столько, сколько стоит Прадо. 10 990 рублей. И исполнена неплохо. И смотрите, здесь еще по спинке есть шнуровка. Здесь прострочка на плечах. Цвет неплохой. И если вы в этот тренд еще не играли, знаете, в грядущем сезоне, осень-зима, это все будет актуально. Носите. И мне нравится стайлинг, кстати, не в стиле Прадо, а в стиле Миу-Миу. Вот такая куртка. Внутри серая толстовка, зипка с капюшоном. Какая-то прикольная юбка или просто голые ноги. Там могут быть серые треники. Колготки могут быть, да. Вот как-то так надо это все помиксовать. Обязательно посмотрите показ Миу-Миу. Тем более бежевый и серый это вместе, это в тренде. И еще на этой стойке мне нравится новинка лайма. Мы покупали сезона 2 подряд маечки, которые вот там висят, с более широкими бретельками. Здесь появилась вот такая алкоголичка с более тонкими бретельками. Борцовка даже. Классная. И вывез более, по-моему, открытый, да? Да, 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 да. Да, она такая ничего не больше секси. Ничего не больше секси. Ой, кайфовый потрепыш. Смотрите, какая классная задумка. Это платье и рубашка очень похоже на R13. Я думаю, тебе тоже самое все это напоминает, да? Да, конечно. И опять тот самый потрепанный, застиранный, поношенный эффект. Но это все узор. Видите? Это все узор. Это не грязь. Это узор. Я уж не знаю, каким образом он делается. То ли это уже готовый рисунок, то ли... Да, я думаю, что это готовый рисунок. Я... А это самый большой размер? А не знаю, какой ты взяла. Хочется еще больше. Но она очень огромная. Ну да. Ну прикольно. Это удлиненная рубашка с дополнительными рукавами. Видите? И можно их не завязывать, либо вы можете их завязывать спереди. Покажи, как это примерно выглядит. О, у нас даже примерка в лайме. Да, это хорошо. Даже под эту юбку подходит. Да. Я не вижу, к сожалению, но тебе доверяю. Доверяй мне. Но хочется еще больше. Да. Мы так сошли с ума от гипер-оверсайза, что когда вещь большая, мне кажется, что она маленькая. Она просто маленькая. Да-да-да, вообще просто хочется еще больше. Рубашка с надписями. Вот эта рванина мне нравится, смотрите. Серый, тоже задрипанный, поношенный рваный свитер. При этом, знаете, все эти петли, поехавшие, они являются частью рисунка. То есть они дальше не поползут. Это не просто дырки или моль проела. Это в программе заложены петли. Такой джемпер стоит... Такой джемпер стоит... Сколько, Саша? 5999 рублей. Похожий, кстати, есть в Rogoff Shop тоже в дырках. Но у нас там дырок гораздо больше. Ну и стоит он дороже, чем лайм. Но, кстати, незначительно. Куртки какие-то, косухи. А это постоянная коллекция. Вот мы, кстати, в Пензе, в Rogoff городе, эту косуху использовали в одном из образов для нашей героини. Кстати, если вы еще не в курсе, мы возвращаем Rogoff городе на СТС. Мы уже два города отсняли. Были в Пензе, в Саранске. Пенза, Саранск, плавите приветик от меня. Ухандокались там просто. Вы себе не представляете как. А вот здесь, смотри, Дайни Райфу Симмонсу и Сен-Лоран вообще всем на свете. А это, кстати, красивый жилет. Смотрите, жилет с отрезанными рукавами. И мы здесь видим все, что осталось на подкладе. Подплечник, подкладочную ткань. И все вот такое небрежное. Это мы называем деконструкцией. Есть смешное платье. Ну, такое смешное. В британском стиле, да. Я бы его в детский отдел перевесил. Вот это. А вот это мне нравится. Вот. Смотрите. Такое платье из ткани, залитой кислотой. Такой кислотный тай-дай. Платье миди. С швами наружу. Ну, это, конечно, надо мерить. Платье 5,599 рублей. Давай делать выводы. Давай. Итак, мы с вами 100 лет не были в лайме. Что я хочу сказать. Мы честно сетовали последние месяцы на то, что лайм однообразный. Заходишь, все бежевое, все серое, все нейтральное. Я сегодня забираю свои слова обратно. Барби-кор был? Был. Был. Клетка Виви Инвесту была? Была. Была. Вещи, заляпанные краской, были? Были. Были. Косухи в стиле Прада Миу-Миу нашлись? Были. Нашлись. Обувь кожаная есть? Есть. Цвет появился. И это еще начало сезона. Отделы появились и мужской, и детский. Поэтому лайм. Я сегодня приношу свои извинения. Я считаю, что вы реабилитированы в моих глазах. Дизайн магазина в авиапарке. Пятерка. Чистота в зале. Пятерка. Обслуживание. Пятерка, все, сделали, обслужили, колечком оплатил. То, что нужно. Все, пятерка. И за дизайн я тоже поставлю 5. Да. Это хорошо. А я еще, знаешь, что сегодня отметила? Что как-то с качеством стало намного лучше. Очень. Очень хорошо. Я хочу отметить обувь, верхняя одежда, жакеты все с хорошими ласками. Чекшовчиков. Ну, в общем, все супер. Да, это правда. Только не думайте, что мы тут стоим, песни поем. Но это правда хорошо. Мы все потрогали своими ручками. Уже два с лишним часа здесь в магазине тусуемся. Есть что купить. Хватит говорить о том, что купить нечего. Есть что купить, если знать, что искать. Для этого и делается шоппинг-влог. Для того, чтобы вы были в курсе и в теме. Пойдем дальше. А мы все? Пойдем дальше. Куда-то же надо зайти. Подожди, я еще розовый свитер не показал. Маш, смотри. Еще розовый свитер есть. Это Барби, которая устала от барбикора. Повалялась, да? Барби после вечеринки. С Кеном. Все. Так, мы решили зайти в Мохита. Он за нашей спиной. Там, правда, дикий сейл. Не знаю, что мы там сейчас найдем. Шо уже в покупке. Мои покупки в машине. И у нас, как вы заметили, замена игрока на поле. Вместо жабы Жанны в моих руках теперь моя сумка Balenciaga в граффити. Потому что у жабы Жанны теперь три лапы. В общем, падение Жанны снято не было. Лапа Жанны находится в отдельном кармашке. Вот так выглядит жаба-лапа. Но мы знаем, где Жанну починят. Потому что с голубем от J.W. Андерсона случилось однажды примерно то же самое. Не переживайте, не волнуйтесь. Единственное, из-за чего я переживаю, что падение Жанны не зафиксировано. Чтобы еще раз не уронить. Да, клади малышку в сумку. Жанна, мы тебя починим. Пойдем. Кто-то сглазил, реально. Пойдем. Так, что у нас здесь при входе? При входе, видимо, новенькое. Здесь при входе вот такие туфли, кстати, симпатичные. Сколько они стоят? 2 999 рублей. Как вы понимаете, в отличие от лайма, они не из натуральной кожи. Каблук пластиковый. Но босоножки классные. Нам для программы вообще идеально бы подошло. Телесъемок, то, что нужно. Туфли розовые, хвалим. Розовый жакет из лайма, розовые туфли и гранжовые драные джинсы. Черная юбка. Ну, ничего, да. Не позорно. Ну, швы, конечно, все открыты. Вот это, когда купите, обязательно нужно отрезать. Потому что это все будет торчать. За этим следите. И помните, ценники снимаем с подошвы. Ценники срезаем. Вот эти штучки отрезаем. 2,500. Да, главное зафиксируйте, как ухаживать, как стирать. Жакет, конечно, не алло. Ну, такой. Жакет за, ну, 3,999. На 3,999 жакеты выглядят. Не знаю. Что, пойдем в пучину. Давайте в пучину. О, смотрите, есть еще один вариант розовых туфель. При этом здесь обтяжной каблук. Они еще и на распродаже 1799 рублей. Божечки. Нет, ужасно, ужасно. Смотри, это для тех, у кого лето еще не закончилось. Оно, правда, еще не закончилось. Для тех, кто впрыгивает, вскакивает в последний вагон. Вот платье для пляжа. Или вот дыры, например, еще. Ну, блин, дыры, это, конечно, плохо. Непонятно, почему из зала вещи с дыркой не убирают. Потому что это, очевидно, не ликвид. Давай что-нибудь хорошее найдем. Но вот здесь пока все нехорошее. Блузки в стиле Версачи. Ну, вот смотрите, такой богатый узор на такой небогатой ткани. Вот такой узор в стиле Версачи лучше, конечно, смотрится на чем-то более блестящем, на чем-то более струящемся. Это просто ткань, напоминающая хлопок. Но это явно не хлопок. Красивое сочетание цветов. Мне очень нравится этот розовый с оранжевым. Но фасон оставляет желать лучшего. Ну, видишь, намек на ту кофточку в лайме, но... Ну, в лайме модненько. А здесь, конечно, фасончик совсем не модненький. Ну, вот здесь есть маечки, например, в стразах. Смотрите, если танк-топ обычный белый-черный у вас есть, то можете купить себе вот такой в стразах. Он прям симпатичный. Вот эта вещь мне нравится. А со скидкой 599 рублей стоит. Да? Да, вот это ничего. Ну, симпатичный. Дождик падает на нее. Да. Как будто бы вас окропил дождь. Есть еще вариант белый. Вот белая, кстати, смотрится стрёмно. Видите? А черная выглядит прям значительно дороже. Вот разница. Видно разницу? Маше не видно разницу. Вот это как будто бы дешманское, а вот это подороже. Маша не втекала. Нет? Маша не поняла. Что-то не поняла, в чем разница. Короче, проблема в том, что здесь немодные фасоны. Да, это правда. Вот если в лайме были модные фасоны, то здесь немодные фасоны. И ткани какие-то есть симпатичные. Вот это платье, например, из приятной такой струящейся ткани с напылением. Но фасон не алло. Хотя 999 рублей нормально. Ну вот шорты можно за 800 рублей купить. Ну вот. Вот шорты городские. Ничего. Да, и цена вообще отличная. 799 рублей. В общем, всегда надо прийти вот так вот выдохнуть и пойти искать артефакт. Вечерка здесь еще представлена. Здравствуй. Такая потрепанная вечерка здесь. Скорее, после вечерка. Ну оно такое еще все неприятное на ощупь. Ну вот туфли тоже смешные какие-то блестящие. Вот к этому. Вот мы лук составили. Смотрите, покажи лук. Вот лук, смотрите. Это ужасно. Это лук. Магито. Это магито-лук. Магито-лук. Ну ладно, мы не пришли обстебывать. Пришли найти что-то симпатичное. Джинсовые шорты, маечка в стразах и розовые туфли. Но это не лук. Это просто три вещи. Блин, мне так жабу жалко на самом деле. Жабу? Угу. И расстроился. А вот новая коллекция, смотри, фантастическая. Давай новую смотреть. Что за шортики? Ясно. Новая такая же, как старая. Смотрите, смешные. Видала? А мне кажется, что ты могла бы такие обыграть как-нибудь. Смотрите, мягкие такие брючата с очень высокими эротичными разрезами. Но что мне, знаете, не нравится, что ткань с изнанки белая. Бывает ткань принтованная двусторонняя, скажем так. И вот здесь вот эта белая, конечно, выдает всю дешевизну. Ну так они прикольные. Тахи, да? Райские. Ладно, давай смотри. Вот, например, есть джинсовка объемная. Блин, она не модная. Ну вот что это, Саш? Зачем они добавили? Ладно, это классное платье. А, нет, оно не классное. Ну вот это вот. Зачем вот эти просвечушки? Ну оно прикольное. Это R13. Да. Это R12. Короче, мохито это R12. Ой. Ну а вот это вот кому? Ну вот эти чебуретки мне нравятся. А я похожие показываю. Вот лук. И джинсовые шорты драные за 700 рублей. Нет, ну вот это правда смешные. Вот смотри, какая-нибудь Белла ходит бы в таких отделах из мохито. Ну, кстати, она бы надела. Ну да, с носками, да? Да. Ну вот смотрите, альтернатива лоферам из лайма. Эти лоферы стоят 4500, в два раза дешевле. Но, как вы понимаете, это все не натуральная кожа. Ладно, жить надо по средствам. Выглядят они тоже нормально. Ну вот тебе доступная роскошь, смотрим. Это олдмани. Ну а что, отпасть? Это не олдмани. Ну ладно. Это нет мани. Что? No money core. Я придумала новый core. Так, в общем. Боже, это очень смешно. Ради этой шутки надо было снять этот обзор. О боже. No money core. Как вам наша идея? Нравится ли она вам? И будете ли вы в стиле no money core одеваться? Хух. Давайте так. Если у вас ограниченный бюджет, в мохито что-то купить можно. Ну подожди, давай лук хоть какой-нибудь составим. Как красиво. No money core. Нет, но они не смотрятся вместе. Ну а вот это красиво же. Да, очень. Ну вот, лук. Они не смотрятся вместе. А знаешь, вот есть магазин... Так что, все, пойдем дальше. Нет, есть магазин, где можно купить капсулу. А здесь ее не составишь просто. Ребят, пойдемте дальше. Давайте еще один магазин и заканчиваем. У нас замена игрока. Вот тут ребят сейчас мимо проходили. Сказали, что я Киркоров. Поэтому я в образе Киркорова продолжаю вести шоппинг-влог. Вы смотрите Rogue of Life. И мы идем в магазин Club. Это турецкий бренд, с которым мы знакомы. Несколько раз тут вещи покупали. Посмотрим, что там новенького. Ну да, неплохие были вещи. Да, пойдем посмотрим. Так, ну конечно тут проблемка с мерчендайзингом. Я уже вижу, как можно было леопард замиксовать с розовым и сюда еще кислоту подвесить. Но вот этот, мне кажется, кардиганчик трикотажный, симпатичный. Немножко мазкина, да? Немножко мазкина, да. Он прикольный. И даже поприкольнее, чем в лайме, мне кажется. В лайме был жакет твидовый с намеком на Шанель. А этот трикотажный. 9 тысяч 950 рублей стоит. Кстати, у меня ничего. Это со скидкой. Да, скидка 50%. Он стоил 20 тысяч рублей. И бренд Клаб в целом мне нравится. Ну, больше ничего пока мне здесь не нравится. Трикотажные юбки. Какие-то футболки. Здесь есть лен для кочевников. Если вы продолжаете кочевать, то вот вы можете приобрести себе вот такую блузу за 6 тысяч 950 стоило 15. Ну, что-то тоскливо, конечно, тоскливо. Джинсовые шорты на городское лето. Шорты стоят 3 950. Короче, со скидками цены вообще нормальные. Но тут минус 50. Еще один трикотажный жакетик в стиле Шанель. На маленький ростик. Кстати, тогда это и рекомендация. Если вы не высокого роста, то вам в Клаб. Да? Такое компактное все какое-то. И опять немодные фасоны. Я могу сказать, что самые модные фасоны были за сегодня в лайме. Это немножко Патриция Пеппи. Вот, точно, да. Только подешевле. Да. Вот, всякие стразики. Такое любишь. Не люблю я такое. За кого ты меня принимаешь? Ну, вот жакет неплохой. Тоже повседневный, льняной. Даже на кочевника не очень похож. И хочу отметить, качество. Качество супер. Кстати, вот если фасоны здесь как бы немножко несовременные, то качество у всех вещей отличное. Посмотрите, отменный лацком. Все ровно. И этот жакет на скидке стоит уже не 26 тысяч рублей, а 12. А вот этот топ трикотажный классный, немножко Жак Мюз. И мне нравится, что можно как раз-таки на одну пуговичку всего лишь его прихватить. Пуговички тоже обтянутые трикотажем. И этот топ стоит 9 тысяч 950 рублей. Такая еще затеять, смотри. А это алоя немного. Симпатично. Есть вот такой комплект. А есть платье. Ну, кстати, вот для телека здесь есть симпатичные вещи. Если бы мы снимали телешоу, то вот такой жакет с абстрактным узором из шелка нам точно мог бы подойти. Единственное, что рисунок такой сложноватый, в кадре мог бы пойти муар. Или вот такая люка. Жакет 12 тысяч. И, кстати, я помню, почему этот бренд нам изначально понравился, потому что здесь было много вот таких плесеровок длины миди с абстрактными, яркими, интересными рисунками. По качеству хорошие. Да-да-да, качество хорошее. Это все не современное, такое немножко теткинское, но качество отличное. Вот, классная вещь, посмотрите. Курточка, мне кажется, даже из натуральной кожи. Да, из натуральной кожи. Куртка стоит 70 тысяч рублей. Она хороша. Да, ну вот юбочка покосойная, резиночки прекрасные. Сейчас посмотрим. Это хорошая. Со скидкой 9500. Ну, не дешево. Ну, не дешево, да. Вот эта куртка классная тоже на невысокую девочку. Вот неплохое платье сафари базы, вот old money. Ну, а что? Красивое платье из дорогой ткани. Ткань очень красиво драпируется. И платье стоит 12 тысяч 950 рублей. И что хорошо, здесь резиночка, по талии сядет классно. Будет небольшой напуск, если по спинке будет великовата. И очень красивая длина. Дорого выглядит. Да. Это платье выглядит дорого. Максмара, да? Вот. С языка сняла. А вот, смотри, Саш, как раз эти все плессировки. Куча, вон. Угу, ну вот. Да. И классно, что здесь есть рисунок, много цветовых акцентов. И под них уже можно подбирать остальные вещи. Вот это платье еще мне нравилось. Такое платье-баллон. Он немножко, ну, наверное, не Симон Роша, конечно, тоже Максмара. Ну да, скорее Максмара. Смотрите, здесь резиночка в рукаве. Платье широкообъемное, для беременяшки подойдет, кстати. И платье стоит 9 тысяч 950 рублей. Вот такое. Вот такое платье. Смотрим, смотрим в телефончик, крути в себе. Знаете, что такое платье мы выбрали. У них кардиганчики такие. Вы, кстати, знаете, да, что я у фрау Козиной побывал? Я видел это своими глазами. Я крутился в центрифуге. Давай еще пару вещей посмотрим. И заканчиваю. Людям я устал. Вот симпатичный твидовый жакет. Кстати, пуговицы дорогие. Смотрите. Такие дорогие здесь пуговицы. Крутимся, улыбаемся. Смотрим в объективчик. Красивый жакет. И он, кстати, не банальный. Он укороченный. И вот здесь такая драпировка интересная получается. 9 тысяч 950 рублей. А низ к нему есть? А низ к нему есть. Вот такая мини-юбочка. Вот. Ну вот чем тебе не Шанель? Вот, пожалуйста. Альтернатива Шанель. По бросовым ценам. Или добавьте сюда драные джинсы, и будет вообще супер. Да, или вот это с какими-то колготками, с грубыми ботами, и с футболкой мерч какой-нибудь. Вот. Или вот с твоей вот этой, с ледышками какими-то. И вот тут еще что-то розовое висит. Мне кажется, тоже симпатичное. Такое платье. О, кстати, классное. Платье из тавты. Смотрите, платье сафари. Очень приятного розово-молочного оттенка. На кнопочках, на резиночках. И стоит 9 тысяч 950 рублей. Блин, переживаю. Так, за жабы не могу. Не могу сосредоточиться. Вот это мы тоже покупали для программы. Да, и вот эти брюки отлично сидели на нескольких наших героинях. Они на резиночке по спинке. И здесь вот такие есть стрелочки. Крутимся, улыбаемся. Ну, я из-за жабы переживаю. А что ты переживаешь? Я уже написала в починку. Тебе ее починят. Голубы починили, там даже не видно. Ну, Саш, всякое случается. Что поделать? Не расстраивайся. Ну, ладно. Давай закругляться. Давай. Да? Давай закругляться. Вы смотрели шоппинг-флог. Нарогов лайф. Мы забыли выставить отметки мохито. Мохито ставим тройку. А сейчас поставим оценки клаб. Дизайн магазина, в принципе, неплохо. Но очень много вещей взяли. Мы понимаем, что это период распродажи. И никуда от этого не деться. За цены, я считаю, надо поставить пятерку. Пятерку, да. Потому что со скидкой вещи очень неплохие. И качество отменное. Да, дизайн не модный. Трояк. Ну, четверку. С минусом. Ну, ладно. Четыре с минусом. Частота в зале великолепная. На пятерочку. И нас никто не выгнал. А за это мы тоже ставим всегда дополнительный плюсик. Итак, с вами был я, Александр Рогов, Ольга Шуранова. Жаба без лапы. Ведро из кожи. Рубашка, платье из лайма. Нью-бэлансы. И все. Я пошел плакать по Жанне. Все. Давайте. Жанна из тех, кто... Ну, жалко. Спасибо.